Украина завершила провальную шестую волну мобилизации. По идее, это последний призыв на службу в этом году. Но не исключено, что Киев может провести еще один набор. Ведь план не выполнен. В среднем по стране военкоматы наскребли 40-50% призывников. Ко всеобщему удивлению, хуже всего себя проявили жители Западной Украины. Традиционно самые патриотически настроенные. Мобилизация коснулась мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Причем каждый украинский регион пытался творчески подойти к ответственному заданию. Например, в Херсоне военные при поддержке милиционеров пытались забрить в армию работников завода прямо на проходной. Получалось плохо. В Харькове под добровольный призыв попали студенты индустриального техникума за пару дней до выпускных экзаменов. Парням намекнули, что без повестки они и дипломов не получат. А для надежности к общежитию сразу подогнали автобус. Будущих защитников Украины пришлось самих защищать от бравых военкомов. Мой не пошел на экзамен. Что делать? Что делать? Детей на три года поручилось. А потому что вот стоит автобус, а там стоит милиционер и забирает. Мы не можем вывезти его отсюда. А мой ребенок сейчас дает госэкзамен и я не знаю, как он выйдет оттуда. Потому что там тоже стоят. Сказали, не отдадут дипломы. Потому что они должны отримать повестки, они должны пойти в военную часть. Это без предела. Но главным генератором идей стал новый губернатор Закарпатия Геннадий Маскаля. Он предложил забирать в армию контрабандистов, которые невольно стали героем и недавних событий в Мукачеве. По словам Маскаля, именно таких специалистов и не хватает в украинской армии. На вертолетах летают. Они же на вертолетах летают, на самолетах летают. Используют квадрокоптеры, даже водолазные костюмы. И все для того, чтобы перевести сигареты через границу. Это же профессионалы. Вы сами подумайте. Если у них по два мешка с сигаретами, на груди и на спине. Они же просто рождены для 128-й горно-пехотной бригады. В украинской армии вообще заметна тяга к преступным элементам. Депутат Антон Герасченко два дня назад написал в фейсбуке, что под Киевом милиция задержала мужчину, стрелявшего под детьми на берегу озера. Тогда один ребенок получил ранение. Герасченко не без гордости отметила, что подозреваемому уже вручили повестку. И в Донбассе он сможет кровью искупиться.